Маршрут длиной в 500 километров. Это как бы, ну, ключевая цель. Я стою на этой доске чуть больше месяца. Жажда приключений, путешествий, авантюр во мне с детства горит. Живу всю жизнь в Беларуси практически, и ни разу не было Беларусьской пущей. Ну, вот и все, как бы, одно к одному сложилось. В моей деревне, когда впервые увидели меня на моем лонгборде, у них были такие глаза, будто я подлетел, а не подъехал. Как мой друг сказал, что это за гладильная доска на колесах. Просто увидел видео, где парни рассекают на лонгбордах. Захотел и решил связаться с парнями, которые занимаются именно изготовлением досок. У нас в Беларуси я таких не нашел. Я не знаю, по-моему, их нет просто-напросто. На глаза попал список тех брендов, которые сейчас в СНГ актуальны. И разослал им сообщение, что я такой-то, хочу сделать вот такой-то забег на лонгборде. Могли бы вы мне предоставить снаряд? Проектировалась она как бы под мой вес. Под мой вес и под вес рюкзака. Видео в интернете я посмотрел, как нужно пушить, понятия, как стоять, как ногу ставить. Недели две. Был этот синдром новичка, лонгбордиста, потому что нога толчковая постоянно болела. Связки не выдерживали тех нагрузок, которые я предоставлял им. Купил мазей на свой тур и ежедневно ими натирался. И сейчас нога перестала болеть. Привыкла, ну, адаптировалась к нагрузкам. Основные города, которые я уже проехал, это Житковичи, Туров. После Турова Давыд городок. И вот сейчас мы в Столине. Дальше Пинск, Пружаны. Когда я, короче, планировал маршрут, я так поставил маяки, так скажем. Это по 50 километров в день. Понятно, что это лишь маяки, потому что 50 километров в день можно делать. Но на первых порах это точно не стоило того, потому что ноги бы убились бы. Первый день я проехал 33 километра. Второй день 47 километров. Сегодня я проехал 35 или 36. И завтра у меня, я планирую забег на 60, 67 километров до Пинска. Есть разные трассы, и в зависимости от этого увеличивается или уменьшается риск попасть под машину. Водители по большей части благосклонны. Иногда сигналят, машут. Я в основном качу по накатанной. Если машина едет сзади меня, я теснюсь. Если машина едет сзади меня и спереди, я съезжаю, потому что им разъехаться нужно место. Я стараюсь не препятствовать дорожному движению. В моем грузаке спальник и коврик. Места для палатки не нашлось. Это был бы лишний груз. Из вещей там по минимуму шорты, майка, байка. Вся моя еда это магазины по маршруту, кафешки. У меня было с собой 60 рублей. Друзья в дорогу мне подсобили 50 рублей. И у меня есть МЗ-запас сотка долларов. На всякий случай, так скажем. Основные расходы это еда. Один раз я себе позволил гостиницу, потому что тогда было реально безвыходное положение. А так я стараюсь по хардкору. С комарами, с дождем, спать ночью абсолютно не холодно. Спальник, белорусский совковый спальник, выдерживает температуру. Самое сложное, комары. Расстояние меня, ну, не особо утомляет, скажем так. Где-нибудь на километре 300 я могу сделать адекватный вывод. Сейчас энтузиазм, наверное, просто мой управляет. Жажда приключений, поэтому мне пока что море по колено. Субтитры создавал DimaTorzok